К сожалению, тот столбик, который наблюдение о ложности заявлений, ну или несостыковках твоих, не ложностей, это неправильно сказаться, несостыковки, получилось на 4-5 страниц, когда о правдивости только одна страница. Что ты по этому поводу скажешь? Я в шоке просто. Я в шоке. Хочешь, мы начнем все заново. Всем привет. Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Ментал ТВ. У себя на канале я изучаю невербальную коммуникацию и рассматриваю поведение человека с точки зрения профайлинга. В последнее время в Ютубе поднялся шум вокруг ситуации с трансформатором, и вы попросили проанализировать поведение главных героев этого события, так как сведений из открытых источников недостаточно для качественного анализа, я решил связаться с каждым из фигурантов дела. Поговорить с Дмитрием Портнягиным не удалось, все мои сообщения остались без ответа, но зато получилось выйти на связь с Тимофеем, автором разоблачений на Дмитрия. И сегодня я проанализирую нашу беседу, заостряя особое внимание на вопросах, которые вызывают сомнения у некоторой части зрителей. Подготовка к сегодняшнему выпуска заняла очень много времени. Изучение материала длиной больше двух-трех часов. Я делал кучу заметок, читал, смотрел, сравнивал. Для такого интенсивного мыслительного процесса просто необходима повышенная внимательность, память и наблюдательность, чтобы не упустить самое важное. Уверен, что вы тоже часто встречаетесь с похожими задачами в жизни. Чтобы развить все эти качества, я вам советую платформу Викиум, где по индивидуальной программе тренировок после специального тестирования вы сможете развить свой мозг в игровой форме на специальных тренажерах и упражнениях. Помимо этого, там же есть курсы по мнемотехнике, эмоциональному интеллекту и тому подобное. Все это будет способствовать развитию работоспособности и концентрации. Как я считаю, лучше активизировать все мыслительные процессы на практике, чтобы получить эффект, нежели прочитать очередную статью. Поэтому советую Викиум, ссылку на эту платформу я добавлю в описании. Перед началом разбора я должен вам сказать кое-что очень важное. Я намеренно буду избегать в своем анализе конкретных выводов о лжи или правде. Я буду делиться наблюдениями, которые мне удалось обнаружить в ходе беседы и которые могут ставить под сомнение некоторые факты и события. Но профайлинг в первую очередь это инструмент, который позволяет изучить детали дела глубже и на основе этого приступить к поиску конкретной доказательной базы и фактов. С моей стороны будет неправильно обвинять человека в каких-то противоправных действиях на основе общения с ним. Ведь у меня на руках нет настоящих доказательств его причастности к чему-либо незаконному. Перед началом мной была составлена стратегия проведения беседы, в ходе которой я мог определить базовую линию поведения Тимофея, которая позволит сравнивать с поведением во время ответа на стрессовые и провокационные вопросы. Я хотел узнать, искренен ли Тимофей в своих ответах, насколько правдивы рассказаны им истории. Я придумал такие вопросы, какие еще не задавали Тимофей и другие блогеры, чтобы выявить те детали рассказа, которые в силах описать человек на его пережившей описанную ситуацию. Я с кем не разговаривал, было достаточно того, как бы то, что я предоставляю какие-то факты и аргументы. А тебе, я как будто бы сейчас голый перед тобой сижу, понимаешь, вот. Человек, задумавший рассказать неправду, сочиняет легенду, но не всегда продумывает ее до мелочей. Поэтому, если задать правильные вопросы, и в случае, если человек, придумавший легенду, заранее к этому не подготовлен, то он будет испытывать сильное волнение, неудобство и стресс, который будет отображаться в его вербальном и невербальном поведении. Его истории о заказе разоблачений и о похищениях в лесу в некоторых случаях действительно соответствуют критериям правдивой истории, и поведение при ответах соответствует его базовой линии поведения. Он приподнимает глаза вверх, когда вспоминает, и мыслительно переносится в то время, о котором он рассказывает. Его речи присущи небольшие паузы, возникающие тогда, когда он вспоминает о настоящих событиях. Его рассказ наполнен лишними деталями, которые происходили с ним в день похищения. Так, например, он зачем-то рассказывает о выпавшем из ухи наушника и оставленных в машине вещах. Айрпод торчал один, один выпал, когда они надевали балаклаву, один остался. По сути, это не относится к делу, но он показывает реально прожитый его опыт. Он может подстраивать рассказ под себя, корректировать его в процессе, говорить о том, что происходило с ним, но не относится к самому делу. Рядом еще по лесу проезжала какая-то машина, и они перепугались, что там действительно за мной кто-то приехал уже. То есть машина какая-то облукала по лесу. Он довольно подробно говорит о том, какие чувства приходилось переживать после этой ситуации. Первую неделю я находился на, ну, как будто бы под какими-то веществами, на адреналине очень сильно. Как будто бы там ты, ну, и заснуть не можешь от того, что тебя колотят, как будто бы ты там напился редбула какого-то или там кофе на ночь. То есть в постоянном мысли очень сильно я был собран, сосредоточен. Он в красках описывает свои ощущения, применяет сравнения. Тимофей может сравнить свои тогдашние переживания с чувствами, которые захлестывали его и в других ситуациях. На таком адреналине, вот это, не знаю, вот когда ты пьешь кофе, или когда ты пьешь энергетики, или там... То же самое он описывает, когда говорит про паранойю после случившегося. Думал то, что, типа, хотя бы меня сейчас не отловят. То я ходил по улицам, ну, прикинь, я иду по улицам, я думаю то, что сейчас вот человек, который идет там за мной, там, да, вечером, это может быть там, не знаю, какой-то там похититель, ну, типа это, ну, доходило уже до какого-то марана. Показательные его слова про заявление в полицию. Тимофей подтвердил, что оно настоящее. И этот ответ полностью соответствует его поведению тогда, когда он говорит правду. Заявление в полиции настоящее? Да, настоящее. И возникает вопросов с воспоминанием времени, погоды и окружающих мест, в которых он бывал. Помнишь погоду в этот момент, когда мы с ним встретились? Было солнечно. Также при искреннем монологии человеку свойственно самого себя исправлять, говорить, где он был неправ и осуждать себя, как он это делает здесь. Ты согласился поехать в другой город? Да. Ты так ли, ты согласаешься на такие предложения? Я знаю, что это очень глупо, что я повелся. Я знаю, что я уже потом это все прокручивал у себя в голове. И что это было настолько глупо, я уже думал, что мне даже никто не поверит. Когда я первый раз ознакомился с ситуацией и видео Тимофея в лесу, я был практически уверен в том, что эта история правдива. Особенно учитывая наличие определенных доказательств и заявления в полиции. И поэтому я связался с Тимофеем, чтобы он подтвердил мое умозаключение. Но в ходе беседы некоторые ответы заставили меня усомниться в искренности слов Тимофея. Во время разговора я периодически задавал вопросы, в правдивости которых мог удостовериться. Ты в данный момент проживаешь в США? Нет. И в некоторых описаниях его историй у меня действительно не было вопросов. Он отвечал достаточно точно, уверенно и конкретно. Он не уклонялся, его информация подтверждалась в дальнейшем. Не возникало противоречий. У тебя был тогда паспорт с собой? Нет, не был. А как тебя поселили в отель без паспорта? По фотографии из телефона паспорта. Я предварительно, когда звонил в отель... Но некоторые моменты я не смог оставить без внимания. Например, противоречия начали проявляться в следующих моментах. Сначала он рассказывал, что севшие люди в машину говорили водителю ехать. Он не упоминал про грубость и приказы. Они начали говорить водителю, куда ехать. То есть еть прямо, там туда-туда-туда, там сейчас сюда-сюда-сюда. Но мне рассказывал именно о приказном и грубом тоне, когда я на это его поталкивал. Сказал, что они командовали. Ты можешь вспомнить их тон, как они это делали? Приказной или такой? Дружеский? Нет, но это был приказной. Так, давай едем. Так, вот. Давай сейчас сюда. Так, все, останавливайся. В первой версии своего рассказа он говорил, что его связали в лесу. Потом они переместились на место, которое напоминало полянку, где похитители и начали снимать видео. Примерно, то есть я нахожусь в балаклаве, в наручниках. Меня под руку ведут к дереву. Отвязывают меня от дерева. И мы идем на другую локацию. То есть подходим и типа такая полянка, то есть это уже не лес был, это полянка была. Перед этим он упоминал, что когда его доставали, он упал. Вот просто вытаскивают, и я как бы падаю, просто я падаю. Ну типа на колени, там на руки как-то опираюсь и падаю. У меня возник закономерный вопрос. Почему же его одежды и он сам остались чистыми? Он ответил, что уже тогда это происходило на месте, похожем на поляну. Я сейчас смотрю твое видео, ты чистым выглядишь. Ну там, я же тебе говорю, там не прям чернозем такой, что ты прям грязь. То есть там, ну вот как в лесу, вот смотри, дорога и по бокам какие-то кущи, какая-то трава. То есть там трава у вас на него была, да? Ну да, там была трава, кусты, короче, поле, не поле, полянка такая. Как типа на пикничок, конечно, в руки не было. К тому же, он так рассказывает, как будто у него не были завязаны глаза. Он очень четко описывает место, в которое они прибыли. В оправдательном тоне. К слову, еще одно противоречие связано с курткой. Оно возникло на почве того, когда он сказал, что остались следы от дерева, и он не стирал вещь, после того случая и она пахла потом. Ты по приезду мыл свои руки, одежду отмывал, приходилось отмывать. У меня была сзади отбероза белая на куртке. Короче, на спине осталась отбероза белая, такие, как будто бы от стенки. А почему ты фотографии не сделал вот этой куртки своей в качестве доказательства, только наручники? Да, слушай, я не знаю. Я тебе скажу, вот я сюда приехал, еще не стирал свою куртку, вот она у меня тоже тут висит, та же самая, эта синяя. Я уточнил этот момент и попросил показать все следы. Этот вопрос вызвал у него беспокойство, и он оговорился. То есть после того раза ты не стирал эту куртку? Нет, нет, я не стирал. А можешь сфотографировать спину, где ты говорил, что там что-то белое у тебя осталось? Нет, в смысле, когда я приехал сюда, не стирал. Сейчас, конечно, она уже постерена. Также возникают трудности с описанием внешности тех, кто был с ним все это время. Очень долго формулируют мысль, несмотря на эмоциональное впечатление и то, что приходилось описывать нерасследователю по этому делу. Слева от меня. А как он выглядел? Это здоровый мужик, спортивного телосложения. А как он одет был? Я уже потом различал немножко. Ну, и по телосложению. Одет был. Одет. Одет был в такое, ну, я же говорил, между военным и... Ну, вот конкретно. Вверх, торс, штаны. Я помню точно то, что обувь была. Как одет, ну, блин. Например, на одинаково они были одеты. Он говорит, я вот точно тебе не скажу, что они... Ну, какой-то вообще обычная неприметная одежда такая. Хорошо. Ну, точно я тебе не скажу. Он проживал с этими людьми целый день, но он описывает это, как будто вспоминает первый раз. Ты помнишь, как выглядел этот водитель? Что был одет в прическе? Помню. У него была стеганая в ромбиках курточка. Я это описывал все в пояснении. В ромбиках стеганая курточка темно-синего цвета. Один момент, когда он рассказывал первый раз про то, как это все закончилось, немного смутил меня своими формулировками. Это продолжалось. Мы приехали часов в три полчетвертого дня, а уехали... Он говорит, что они приехали и уехали. Не в единственном числе, что он уехал один. Что заставило меня насторожиться, поэтому я попросил описать этот процесс. Как вы расстались? Мы расстались, то что я остался один на один. То есть, смотри, первое, они уже собирались уходить. И вот этот толстый, короче, говорит, то что... При ответе на этот вопрос возникли трудности с описанием. Предложение сопровождалось долгими паузами, и он растягивал ответ. Начал перефотки, ну, это просто... Так, а расстались вы как? А, мы расстались, то что они ушли, вот мы пофоткали телефон и остановились. Здесь заметно отклонение от базовой линии поведения и уход ответа на основной вопрос. Оговорка по Фрейду. Ты из всех тех слов, что ты мне сейчас сказал, ты меня где-нибудь обманул? Нет, вот в этом, клянусь, не обманул. А в чем обманул? Было еще несколько ситуаций с похожими противоречиями, но это не столь существенно. Противоречия, оговорки, ошибки, неуверенность в словах еще не являются признаками абсолютной лжи. Поэтому давайте рассмотрим еще несколько моментов, которые вызывают вопросы. Один из самых точных способов определить искренность, это наблюдать за эмоциями и чувствами человека. В итоге у меня появилось еще больше вопросов, чем было изначально. В ходе беседы я задавал вопросы, которыми определял эмоциональную реакцию на негативные, позитивные и удивительные моменты. Адекватно и ситуативно ли он реагирует на это? Давайте обо всем по порядку. Основное, что я увидел, это то, что у Тимофея возникают трудности с выражением эмоций в момент случившегося. Так, например, он рассказывает о своих чувствах и переживаниях, охвативших его в ту самую минуту, когда накинули балаклаву, сели в машину, надели наручники и стали угрожать пистолетом. Насколько сильно стрессовая для тебя была? В тот момент или потом? Ну, в тот момент, в тот момент. Ну, в тот момент, в самом начале максимальный стресс был, вот, когда они подсели, когда я был привязан к дереву. Изначально Тимофей говорил о том, что у него был шок, затем адреналин. Чуть позже он вообще сказал, что он спокойно реагирует на такие ситуации. У тебя это так, как будто ты проходил эти ситуации уже очень много раз. Я тебе могу дать пообщаться с моими друзьями, они тебе скажут о том, что я достаточно спокойный человек. Я просил его более детально и точно описать это состояние. С этим-то у него и возникли трудности. Вернуться в то состояние своих эмоций и описать именно вот эмоции и чувства, внутренние мысли твои. Ну, внутренние мысли, о чем я думал, это... Ну, вот именно такой эмоциональный момент. Ну, я не знаю, если бы я знал, какие это эмоции, это страх, это... Не знаю, но что ты испытывал. Он начал путаться в объяснениях, хотя до этого у него не возникало проблем с описанием своего внутреннего состояния. Удивительна трудность описания данных эмоций. Ведь случись это в реальности с человеком, это оставит неизгладимый отпечаток на его психике. Когда он будет рассказывать о произошедшем, на его лице мы увидим отражение страха. Однако страх не помешает очевидцу описать ситуацию в мельчайших подробностях. Он путается в теориях, о чем он думал в этот момент. На вопрос о том, какие версии происходящего у него были в тот момент, когда к нему подсели, он не дал конкретного ответа и растянул историю на несколько минут. Ну, в этот момент у меня было две версии. Я думал, либо это меня с кем-то перепутали. Ну, я... Вторая версия была то, что это действительно вот... Ну, типа мы приехали туда, куда должны были приехать. На следующий день, когда я повторил вопрос про версии, он также не дал ответа на этот вопрос и начал путаться. Версии в твоей голове, что происходит? Можешь сейчас встречать? Да, версии такие. То, что первое, я думал, то, что это захват... Ну, то, что это как бы не то, что... Ну, типа, это как бы не ко мне приехали. То есть, или... То есть, короче, это как бы ни нападение не на меня. Что опять же странно. Когда с нами происходит стрессовая ситуация, особенно такого характера, у нас возникает множество мыслей и предположительного прогноза развития такой ситуации. Про угрозу жизни начал говорить только тогда, когда я сам потолкнул его на это. Думал, что тебя убьют? Да, думал. Вот в тот момент, когда он пистолет перезарядил, я думал, у меня сейчас хана будет. Он с трудом описывает свое состояние и чувства в тот момент. Соответственно, возникает вопрос, он проживал эту ситуацию или нет? Такие же трудности с выражением эмоций возникли и на вопросе, когда я просил его описать чувства после его освобождения. Какие были твои первые чувства и эмоции, когда тебя отпустили и ты поехал домой? Ну, я поехал не домой, я поехал в центр города, на вокзал. Он не дал прямого ответа, начал говорить о своих дальнейших действиях. Так обычно делают тогда, когда хотят оттянуть время, заболтать собеседника, чтобы выиграть несколько минут и продумать ответ на основной вопрос. А то и вовсе направить разговор в другое русло, чтобы спрашивающий забыл об основном вопросе. Его психолингвистика отличается особой формой. Он периодически влезает в шкуру своих похитителей, ведет рассказ с объясняющей позиции противоположной стороны, как будто понимает, почему они сделали так, а не иначе. Тимофей пытается оправдать все действия, даже те, которые он не контролировал. Ну, типа, может, он боялся, если его прижмут полицейские, чтобы он там кому-то звонил, угрожал и знал все мои номера телефонов. Ну, они видели то, что я стараюсь максимально идти на контакт, чтобы не было никаких провокаций. И, наверное, из-за того, что я с ними разговаривал искренне, позвонил. То есть для меня в переписке это удобно, я думаю, это было для всех удобно. Когда я там был, я вот сидел в этой палатке, единственное, когда просился в туалет отойти, я отходил. В тот же момент имеет переписка в телеграме заказчикам и водителям. Тимофей почему-то сам проявляет больше инициативу в разговоре. Он говорит, что за ним нужно отправить машину и что это будет в другом городе. Также очень удобно водитель решил создать аккаунт в телеграм и обсудить вопрос переписки, который потом можно будет использовать как аргумент договоренности, вместо того, чтобы связаться по телефону. Если это постоянный водитель компании, то, вероятно, связывается всегда одним способом. Почему в этот раз он решил написать телеграм? Также стоит обратить внимание на некоторые формулировки Тимофея. Когда он говорит, что ему звонила мама, он произносит следующее. Мама звонила и, в общем, все друзья знакомы. И я говорил то, что это как бы, я сам все придумал. Ну, типа, может там, ну, короче, это как будто бы мой маркетинговый план и стратегий. И это не первый раз, когда он использует подобную формулировку. То есть, как-то стратегию какую-то простраивать, пытался, типа, что дальше делать. Какие-то, ну, типа, стратегии доказывать. Что может также являться оговоркой по Фрейду и намекать на истинные действия. На протяжении всего общения он занимает оборонительную позицию, в чем сам потом признается. Он переживает за свои реакции, он волнуется из-за того, что мог сказать что-то не то. Такое поведение называется менеджмент впечатлений, когда человек хочет показаться честным и правдивым. Обычно такую модель поведения выбирают люди с заранее придуманной легендой. Ну, я пытаюсь тебе доказать обратное. А зачем? Если ты честен. Откуда я знаю? Некоторые мои вопросы были провокационными. Человек, для которого новая информация абсурдна и удивительна, показывает соответствующие эмоции. Я задал несколько проверочных вопросов, в которых мы можем увидеть искреннюю реакцию на них. Например, как в этих. Ты делал заказные разоблачения на Навального? Нет. Тебе платил Николай Соболев за разоблачение Портнягина? Что? Нет, конечно. Предлагаю рассмотреть несколько провокационных вопросов и сравнить ответы. Есть аудиозаписи, где четко слышим твой голос, как ты обсуждаешь, как всю эту ситуацию с лесом повернуть. Что ты скажешь на это? Я с удовольствием бы ее послушал. Когда речь зашла про аудиозапись, подтверждающая причастность к заготовке, мы не видим четкого отрицания на мое обвинение. Соответственно, он допускает такую возможность? Также нет возмущения на несправедливый вывод. Мы не видим такого яркого проявления эмоций, которые были при выявлении базовой линии поведения. Что наталкивает на мысль об эмоциональном самоконтроле? Такое проявляется не только в этот раз, а во многих ответах на вопросы похожего характера, как, например, и в этой ситуации. То есть ты демонстративно создал себе пачку аргументов, которыми можно, если что, прикрываться. Создал определенную легенду, которую можно говорить, что четко проработал всю историю, и даже мне хочешь предоставить доказательства. При обвинении в его подготовке и лжи мы наблюдаем долгую паузу, нет четкого отрицания на мое обвинение, нет возмущения на несправедливый вывод и, опять же, самоконтроль. Ты можешь представить такую ситуацию, что вся история с лесом тобой придумана, и какие твои дальнейшие действия? Ну, вот в сфере ютуба, например. Нет, я не вижу таких доказательств. На мое предположение о том, что вдруг будет оказано, что его история выдумана, также нет четкого отрицания. Он не говорит «такого не может быть». Он четко заявляет об отсутствии доказательств, долгие паузы, но здесь мы еще наблюдаем эмблематическую оговорку, рассогласование слов и жестов, к примеру. Нет, я не вижу таких доказательств. Посмотрите, во время того, как он говорит, что я не увижу таких доказательств, он делает фрагментальное пожимание плечом. Такое пожимание обычно означает неуверенность в своих словах, а в некоторых и случаях ложь. И окончательная моя проверка была в тот момент, когда я ему рассказал о своих предположениях касательно его слов. Я сказал, что, по моему мнению, эта ситуация им спланирована, выдумана и используется в качестве маркетингового хода. Реакция на это такая же, как и на мои другие провокационные вопросы такого характера. Он контролирует свои эмоции, нет четкого отрицания, отсутствует эмоция гнева и недовольство на несправедливость высказывания, он занимает оборонительную позицию, и это перерастает в фальшивую эмоцию радости. Кстати, об этом. Я не сказал о некоторых моментах, в которых была похожая реакция. У человека возникает эмоция страха в те минуты, когда появляется угроза определенному критерию, на которую человек не может повлиять. Например, страх того, что правда вскроется. Скажи, а что, если бы всплыла информация, которая доказывала бы, что ты знаком с этими людьми до этого? Ну, это... Не знаю. Ну, пусть всплывет. И чаще страх маскируется под эмоцию радости. Она, как правило, фальшивая. Таких ситуаций было несколько, в том числе и сейчас. Но это не обязательно значит, что человек 100% врет. И чуть позже, для сравнения Тимофея и вам, как должен вести себя тот, кого обвиняет в чем-то, что кажется глупым и несправедливым, по мнению самого человека. Я на ходу начал выдумывать и обвинять его в том, что его контент и стиль канала полностью украден у какого-то другого блогера. Ты вообще в курсе, что ты своровал контент у одного блогера? Я не помню, как называется. Какой контент? Ну, вот этот формат, который ты выбрал. Ты материал у одного человека слезал. О чем ты именно говоришь? О каком мы говорим? А вот о трансформаторе, да. Человек раньше тебя уже сделал набор фактов, и ты у него это своровал. Ну, были видео, я же тебе об этом говорил. Конечно, были видео. Ну, были использованы, конечно. То есть я смотрел какие-то видео, я же этого не отрицаю, я тебе об этом говорил. Вот это как Тимофей, типа баннер-лист. Да, да, да. Я тебе могу сказать, у кого это... Там были моменты, которые действительно я взял. Я этого не отрицал. Слушай. Недовольство, четкий ответ и факты, что он собрал информацию из общих источников, но составлял сам, и так далее, и тому подобное. Мы получаем те реакции, как должен человек реагировать на обвинение в его адрес. Он проявляет в основном негативные эмоции, а не прикрывает их радостью или имитирует удивление. Более того, мы не наблюдаем контроля эмоций, потому что ему нечего скрывать. Он искренен и честен. На некоторых моментах были видны проявления вегетативной нервной системы, такие как глотание, глубокое дыхание, покраснение кожного покрова, которое проявлялось под конец. Подобные сигналы означают, что организм находится в стрессовом состоянии. Несмотря на то, что подобных сигналов хоть и не было на этапе выявления базовой линии поведения, я все же не стал включать это в общий список, так как такая реакция могла быть вызвана разговором со мной, ведь собеседник знал, что я буду обращать внимание на его невербальное поведение. Потому-то сигналы стресса не являются первостепенными в моем анализе. Я рассмотрел ответы на вопросы, которые собрали наибольшее количество противоречивых и сомнительных откликов и споров и предоставил вам самые яркие. Я благодарен Тимофею за уделенное время и возможность несколько раз связываться со мной, чтобы я смог более качественно подойти к вопросу и последующим выводам. Я готов провести такую же беседу и с другим участником этого события. Дмитрий, я надеюсь вы смотрите мое видео и если вы хотите донести до аудитории свою точку зрения и уверены в своей честности и абсурдности обвинения других лиц, напишите мне и мы договоримся о небольшом интервью, после которого зрители сами рассудят, кто прав, а кто заблуждается. Я не смею делать категоричных выводов и я даю вам, зрители, пищу для размышлений, стимулирование самостоятельного мыслительного процесса и развитие критического мышления. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках. Скоро увидимся. Хочу, чтобы ты был готов к тому, что возможно некоторых вот таких вот вещей, то, что я на канале скажу, будет больше моментов под вопросом, чем без вопроса. Хочешь, я же тебе говорил, если у тебя есть еще вопросы, мы можем с тобой еще раз все обсудить. Так у меня вот были вопросы, я сейчас их задал.